Всем привет! Рада вас всех видеть. Как видите, я нахожусь в нашем пункте выдачи Фаберлик. Сегодня здесь я одна. Часто вам рассказывала о том, что я пользуюсь нашим атомайзером. Вот так вот он выглядит. Видите, я вот уже его сейчас только что наполнила. Давно хотела вам показать, что я намешиваю и как я намешиваю. Но сегодня люди идут. Сейчас вот буквально только что вышел мужчина от меня, который регулярно приходит за заказом своей жены. Поэтому снять полностью весь процесс, как именно я сюда все это напшикиваю, у меня не получилось. Как видите, я уже набрала полный наш атомайзер. Вот так он откручивается. Вот. И вот так наклоняю, напшикиваю туда тех ароматов, которые мне надо. Обычно у меня это все как-то происходит спонтанно, как-то по настроению. У нас сейчас на улице очень жарко, поэтому я сейчас такие плотные ароматы использовать не могу. Как-то так у меня, ну и так жарко. Еще эти ароматы плотные, они как бы меня поддушивают. Поэтому в этот раз у меня вошли сюда. Сейчас вам покажу, что я сюда намешала. Вот. Вставляю его в футлярчик. Все. Вот. Вставила. И теперь он прекрасненько работает. Значит, больше всего в этот раз я добавила, знаете, что-то в последнее время мне стали нравиться какие-то такие легкие сладковатые оттенки. Не плотные. Поэтому основная база в этот раз у меня, в моем атомайзере, это наш мурмурчик, который сливочный. Сливочно-кокосовый. Приятный, такой нежный. Прям девчачий-девчачий. Еще много добавила Офиэрик Эссенциаль. Ароматик вот этот. Вообще, честно сказать, я пользуюсь им крайне редко. Редко его добавляю, но сегодня понюхала его пробочку. И вы знаете, что-то мне вот захотелось сегодня в свой атомайзере его добавить. И я его добавила. Больше всего получилось у меня здесь мурмурчика. Потом чуть-чуть меньше вот этого сладенького. У него такой какой-то мягкий, сладковатый. Как написано у него в описании, что мягкий, восточный, с ароматом шоколада. Но, честно сказать, шоколада я тут не особо-то чувствую. Просто какой-то такой мягкий, сладковатый аромат, я бы сказала, такой. И даже не сказала бы, что он относится к восточному. Хотя я, ну, не специалист в парфюмах, в ароматах, поэтому я могу ошибаться. Это чисто так, мое мнение, мнение моего носа, скажем так. Вот. Потом я добавила вот эту новинку из серии Эцклея. Это такой зелено-древесный ароматик. Потому что, ну, чтобы совсем прям было сладко-сладко, не хочется. Звонок все перебил. Продолжаю, короче говоря, снимать. Начала бы говорить о том, что добавила вот этого ароматика. Он такой зелено-древесный. Вот. Дает такую интересную изюминку свежей зелени. Потом добавила сюда футурию. У нее такой тоже нежный шлейф остается. С таким вот интересным, мускусным, древесным тоже шлейфиком. И немножечко добавила авиатриса. Он такой, как сказать, фруктовый. Немножко тоже там древесного акцента есть. И немножко свежести. Вот. Напшикала уже себе сюда на запястье, чтобы попробовать. Потому что сейчас у меня тут, ну, предыдущая, то, что было у меня в этом мазере, выпшикала уже, что называется, последние остатки на себя, когда уходила в офис. Вот. И честно сказать, он мне уже так немножко поднадоел, потому что он был немножко плотноватый. Брызгая туда, я его напшикивала уже давно. И мне обычно хватает надолго. Вот. И он немножечко мне как уже поднадоел. И на жаре немножко он как бы меня поддражать даже уже начал. Вот. Поэтому решила в этот раз сделать что-то такое, смесь полегче, скажем так. Вот. Поэтому вот решила вам такой небольшой влог сделать, поделиться, показать, что же в этот раз я намешала туда, в свой атомайзер. Мне кажется, получилось довольно неплохо. Но, по крайней мере, я довольна. Сейчас как раз на нашу жару будет, наверное, как раз то, что и надо. Ну и, честно сказать, торопилась вам снять этот влог, потому что начинала уже не один раз. Только вроде бы соберусь что-то вам быстренько наговорить. Кто-то приходит. Вот. Плюс мне надо еще идти, тут у меня за спиной. Вон, 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 коробки стоят, на полу лежат. Люди приходят и не всегда свои заказы забирают с коробками. Кто-то перекладывает в свои пакеты там или в сумку куда-то, короче, как им удобно. Вот. И, естественно, коробки у нас остаются. Мы их потом разрезаем. По-моему, где-то я уже в каком-то видео показывала. И сдаем потом, когда у нас бывает поставка, мы эти коробки возвращаем на склад. Вот. Поэтому вот такая сегодня у меня небольшая получилась для вас зарисовка. Небольшой влог. Паранаш это майзер. По-моему, снова опять кто-то идет. Давно хотела вам показать. И кто-то там даже у меня спрашивал, просил показать хоть раз, что же я там намешиваю. Я, на самом деле, честно сказать, по-разному намешиваю. Когда бывает недостаточно, бывает трех каких-то парфюмов, когда четырех. В этот раз, видите, у меня аж целых пять получилось. Вот. Ну, вот не знаю. Это как-то у меня, не знаю, получается все спонтанно. Само как-то приходит это все. Не знаю. Я вообще не великий парфюмер. Точнее сказать, вообще не парфюмер. Но иногда люблю такие вот себе интересные композиции намешивать. Может быть, конечно, кому-то покажут, что пять ароматов это слишком много для смешивания. Но меня вполне устраивает. Получился такой легкий, ненавязчивый. И свежесть в нем есть, и сладость есть, и оттенки зелени. И дает вот этот древесный и мускусный такой шлейф остается. В общем, приятный, ненавязчивый такой аромат. Ну, как для меня лично, у меня получился. Вот. Ну, и буду, наверное, закругляться, потому что пора уже забирать штендер, идти с улицы скоро. И надо успеть еще собрать коробки. Поэтому такая вот небольшая зарисовка у меня сегодня получилась для вас. Такой маленький-маленький влог про мой обожаемый атомайзер. Вот. Ну, а с вами, как обычно, была Татьяна из пункта выдачи Фаберлик в городе Краснодаре по улице Герои, Скола, 28. Как мне кто-то недавно в комментарии написал, что я неправильно называю улицу. Вот. Просто не хочется слишком надолго растягивать все вот эти названия. Хочется побыстрее сказать. Вот, девочки. Так что все, на сегодня закругляюсь. Такой сегодня маленький влог у меня для вас получился. Обязательно увидимся еще. Обязательно сниму для вас какие-нибудь еще всякие маленькие влоги. Продолжение следует...